МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От Москвы до самых до окраин. Необъятная Россия от южных гор до северных морей уместилась в одном зале. Обойти его можно за пару минут, но посетители простаивают здесь часами. Образ самой большой в мире страны составлен из мельчайших деталей. Оторваться невозможно. Семья Талапиных приехала сюда с другого конца России, из Петропавловска-Камчатского. Говорят, редкое место, где одинаково интересно и взрослым, и детям. Мне понравилось, как летает тарелка, и она ни за что не держится. Поезда, игрушки, которые двигаются с помощью кнопок. Я думаю, нужно сделать долину гейзеров. Людям будет интересно, не у каждого есть возможность добраться так далеко. В наш край от Москвы лететь 9 часов. А в игрушечной России докуда хочешь рукой подать. И день длится всего 15 минут. В темное время суток на макете пора сотен огней. Здесь и московских окон, негасимый свет, и романтика ночных магистралей. А утро начинается традиционными пробками и авариями. И это понятно. По макету одновременно и совершенно автономно движутся 165 автомобилей. Ну, как тут за всем уследить? Вероятнее всего, авария произошла из-за небольшого кусочка пыли на дороге. Машинка на нём заехала, застряла и забуксовала. Вследствие чего произошло ДТП. Но это мы быстро исправим. Пара мгновений, и машинки снова отправляются в путь. У нас под дорогой установлено силовое поле, а в машинке приёмник, благодаря которому энергия передаётся в автомобиль. Вот, значит, приёмник. Вот у нас плата управления и плата питания. Плата питания преобразует электромагнитную энергию в напряжение постоянного тока, от чего питается контроллер. Контроллер управляет мотором, ближним светом, поворотниками и прочими функциями. Каждая машинка видит другую машинку, и благодаря этому они не сталкиваются. Но бывают здесь и регулярные, запланированные ЧП. Настоящая приманка для посетителей. Ну вот там дальше есть пожарный. Очень такая милая сценка, когда ты нажимаешь, там пожарный начинает тушить. Приезжают маленькие машинки. Попадается и юмор. Вот жена выгоняет из дома проштрафившегося мужа. Он стоит несчастный в одних трусах. О причинах можем только догадываться. И это ещё цветочки. Ну какая же Россия без Владимира Путина? Остряки-художники подшутили и над ним. Вот российский лидер объезжает свои владения на буром медведя. У игрушечного Путина есть своя игрушечная армия. И даже стратегические бомбардировщики с атомными бомбами. А ещё игрушечные духовные скрепы. Ну вот незадача. Зелёных человечков на макете навалом, а Крыма у российского президента как не было, так и нет. Зато есть бессмертный полк. Четыре художника почти месяц разукрашивали полтысячи фигурок, чтобы успеть 9 мая. В тех плакатах, которые несут жители нашей маленькой страны, реальные люди. Это фотографии наших бабушек, наших дедушек, наших прадедушек и прабабушек, которые принимали участие во Второй мировой войне. Кто-то вернулся, кто-то дошёл до Берлина, кто-то не вернулся. Новые сцены на гранд-макете «Россия» появляются едва ли не каждый день. Художники и инженеры трудятся, не покладая рук и кисточек. За день в день можно расписать порядка 50 человечек. То есть это не такая большая цифра. Если мы будем сравнивать даже бессмертный полк, который мы недавно закончили, там очень много человечков и, соответственно, довольно трудоёмкая работа. А вот с Путиным кто работал? Вы? Нет, не я. Под одной крышей здесь собраны не только все российские регионы, но и все времена года. Есть даже поезд из лета в зиму. С сочинского курорта всего за пару минут он привезёт вас к ямальским оленям и нефтяным вышкам. Попасть в Питер, а увидеть всю Россию. И пусть это скорее сказка о нашем большом соседе, которое не всегда совпадает с действительностью, возможность оказаться в красочном, ярком, идеальном мире и привлекает сюда массу туристов.